Среда 11-й седмицы по Пятидесятнице, 96-е, зачало Евангелия от Матфея. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были в одни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей, и Иерусалим, и Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих постных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господне. Прочтенное зачало Евангелия от Матфея является уже третьим зачалом, продолжающим обличительную речь Спасителя нашего Иисуса Христа в отношении фарисеев и книжников, которые Господь называет лицемерами. И каждое свое обличение начинает с выражения «горе вам». «Горе вам, книжники и фарисеи, что строите гробницы пророкам и украшайте памятники праведникам». Смысл этих слов в том, что украшая гробницы и ставив памятники праведникам, по сути своей, фарисеи и книжники не исполняют того призыва, ради которого эти праведники и пророки приходили, и из-за которого они были избиты. Внешне, почитая праведников и пророков, эти фарисеи, эти лицемеры, они как бы хотят показать, что они лучше своих отцов, лучше своих предков. Но духовно они такие же, они внешне якобы изменились, но по сути являются таковыми. Таковыми же, как и предшествующие их поколения. И Господь так и говорит, что вы свидетельствуете сами за себя, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Сыновья не только по плоти, но и сыновья по духу, по способу жизни, по способу мышления, по способу отношения к проповеди пророков. Ничего не изменилось в этих поколениях иудеев, которые убивали древних пророков, вплоть до Господа Иисуса Христа. В устах они говорили, что они не такие, как их отцы, но по сути были такими же. И далее Господь так и говорит им, дополняйте же меру отцов ваших. Это обозначает, что убив в конечном итоге спасителя, они лишь подтверждают его слова о том, что они по сути, по духу являются такими же, как их предки, их отцы. Господь обращается к ним в этой речи еще таким вот выражением. «Порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену». Интересно, что это выражение является практически повторением того обращения, которое использовал Иоанн Креститель в своей проповеди, обращаясь к некоторым фарисеям, желающим принять у него крещение в Иордании, и, видимо, не искренне желая это сделать. Они это делали только потому, что народ почитал Иоанна за пророка, и принятие от него крещения для фарисея – это была как бы лишняя галочка, лишнее доказательство, показывающее перед людьми, что вот фарисей праведник. Когда Иоанн Креститель обращается к ним в «Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева», то он как раз этими словами и показывал, что нутро их все равно лицемерное. Они хотели принять крещение лицемерно, ради похвалы, а не ради изменения жизни. И вот Господь, говоря эту обличительную речь и обращаясь к фарисеям, использует те же слова, говоря, что «Порождение ехидны, как убежите вы от осуждения в гиену». И это, опять же, взаимосвязь, некая непрерывная линия между Иоанном и Спасителем нашим, его притечей и Мессией самим, с одной стороны, а с иной стороны, это лицемерная жизнь и лицемерное отношение сначала к Иоанну, а потом и к Господу Иисусу Христу, вот этих всех книжников и фарисеев-лицемеров. Далее Господь говорит, «Посылаю к вам пророков и мудрых и книжников». Но здесь речь идет не о тех книжниках, которых сейчас Господь обличает в этой речи, а о тех книжниках и о тех мудрых и о тех пророках, которые действительно были от Господа. И доказательство того, что они были от Господа, была их жизнь и их проповедь. В конечном итоге, эти лицемерные книжники, лицемерные мудрецы-фарисеи, они мечтают о чести, власти и величии. А истинные книжники, истинные пророки, истинные мудрецы, они все были гонимы. И это гонение на них, побитие их камнями, унижение, уничижение и казнь, доказательство того, что они искали не славы человеческой, а славы Божьей, за что и пострадали. И Господь предрекает дальше, говорит, что иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, которого убили между храмом и жертвенником. Очевидно, что речь идет о будущих гонениях на апостолов, на проповедников имени Христова среди народов. Но Господь видит и предсказывает эти гонения, как продолжение вообще гонений на всех, кто приходил для открытия Слова Божьего, для открытия воли Божьей. Упомянутый здесь Захария, то есть говорится, от крови Авеля, то есть первого убитого праведника, до крови Захарии. О каком Захарии идет речь? Это место по разному толковалось святыми отцами. Некоторые из них полагали, что Захария, здесь упомянутый, это малый пророк. Известно, что в этом завете есть так называемые великие пророки, их четыре, и были так называемые малые пророки, их двенадцать. Так вот, Захария это один из малых пророков, достаточно близко живший к времени воплощения Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому Господь и упоминает его как наиболее близкого по поколениям к моменту проповеди. Это одна точка зрения. Иная точка зрения о том, что Захария, о котором идет речь, это Захария, отец Иоанна Крестителя. Мы знаем, что из Священного Писания имя отца Иоанна Крестителя было Захария. И многие толкователи, в том числе Святые Отцы, считают, что все-таки речь идет не о Захарии, малом пророке, а о Захарии, отце Иоанна Крестителя. Например, такая точка зрения есть у Блаженного Иеронима Стридонского. Интересно, что в богослужебных текстах Православной Церкви, в тех частях, которые посвящены Иоанну Крестителю, и, собственно говоря, и Захарии в Совете, содержится как раз именно эта вторая точка зрения. То есть, что именно Захарию убили между, как здесь сказано, храмом и жертвенником. И заканчивается это обличительное слово Спасителя нашего таким выражением. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий пост на к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст. Иерусалим – святой город. Город с особой миссией, особым значением. Это город царя Давида, это город, где произошло дело нашего спасения, где Спаситель Иисус Христос пострадал. Но страдания Спасителя в Иерусалиме показывают, что все прибывшие в Иерусалим, сам город Иерусалим, в смысле его населения, его жителей, отрекаются от Бога, отказываются от Него. И распятие Спасителя – это апогей этого отречения от Бога. В результате этого отречения Бог оставляет Иерусалим. Иерусалим перестает быть тем градом, который был для Ветхого Завета градом святым. Блаженный Иероним говорит, что вот это выражение «Оставляется вам дом, ваш пуст» касается прежде всего даже не самого Иерусалима, а храма Господнего, великого иудейского храма, построенного царем Соломоном. Бог оставляет этот храм. Больше он не будет слушать молитв и не будет принимать тех жертв, которые будут принеситься в этом храме. Потому что народ, Бог-отступник, народ отказался принять Мессию. И мы знаем, что в конечном итоге, когда Христос умирал на кресте, занавес иудейского храма разорвался на две части. Этим показано, что Господь как бы разрывает завет между собой и между ветхозаветными иудеями. Оставляет их место. Оставляет то место, которое можно было именовать Домом Божьим. Отныне он не Дом Божий. Отныне ветхозаветный храм не место пребывания силы Божией. Отныне это не Дом Божий, не Дом молитвы. И лишним подтверждением этих слов, этого пророчествования Спасителя является то, что в ближайших поколениях после Голгофской жертвы будет разрушен Иерусалим и будет разрушен Иерусалимский храм. И далее Господь говорит. Не увидите Меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господне. Эта фраза, заканчивающая это зачало, и эту обличительную речь, говорит уже о Втором пришествии. Господь не даст себя увидеть этому поколению, которое от него отреклось, которое его распяло. А после Вознесения, естественно, мы Христа не видим нашими физическими глазами. Но Домов будет увидеть Спасителя, уже грядущего во славе, в честь, с ангелами, в день судны, в день страшного суда, когда верующие и ожидающие Спасителя будут восклицать благословен гряды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok